Альфонс Доде Тургенев Тургенев Однако такого взыскательного художника, каким был Тургенев, далеко не все удовлетворяло в творчестве Доде. Он обращал внимание молодого писателя на неровности его стиля, неточность и поверхностность наблюдений. О романе-памфлете «Короли возгнания» Тургенев писал Аненкову, увидевшему в этом произведении сияющий талант. Роман Доде мне менее понравился, нежели вам, вероятно, потому что по самой натуре сюжета вместо типов являются одни портреты, чуть-чуть засланные прозрачной дымкой. А ведь интересны только типы. Тургенев, письма, том 12, книга 2, страница 161. Его претензии относились также и к роману «На Боб». С ними, кстати сказать, Флобер был вполне согласен. В 1880 году Альфонс Доде написал мемуарный очерк «Тургенев в Париже» для Нью-Йоркского журнала, но опубликован он был только после смерти писателя в ноябре 1883 года. Русский перевод печатался в этом же году на страницах «Нового времени», номера 2754-2755. В 1887 году Павловский в своих воспоминаниях о Тургеневе, вышедших на французском языке, привел крайне резкий отзыв о творчестве и нравственных качествах Доде, якобы слышанный им от самого писателя. Это глубоко оскорбило и уязвило Доде. Переиздавая в 1888 году воспоминания о Тургеневе в составе своей мемуарной книги «Тридцать лет в Париже», Доде написал иронический постскриптум, где упрекал своего друга в вероломстве. К счастью, обидное для памяти Тургенева недоразумение, возникшее в результате бестактности мемуариста, было вскоре улажено благодаря вмешательству первого собирателя писем Тургенева, литератора Гальперина Каминского. Исследователь обратился с просьбой к друзьям писателя сообщить ему, говорил ли когда-нибудь Тургенев в беседах с ними что-либо компрометирующее Доде как художника и человека. Поэт Яков Полонский, близкий друг писателя, отвечал Гальперину Каминскому. Тургенев даже в самых откровенных беседах отзывался с большим уважением о своих друзьях, французских писателях, как то о Флодере, Золя, Доде, Мопассане, Гонкури и других, которых очень любил. Он гордился своими дружескими отношениями с знаменитыми французскими писателями, и этого никогда не скрывал. Гальперин Каминский. Письма Тургенева к госпоже Полине Виардо и его французским друзьям. Москва. 1900 год. Страница 256. Выразил свое мнение и Салтыков Щедрин, который писал исследователю. Я ничего не вижу обидного или вероломного по отношению к друзьям в оценке Тургеневым современной реалистической школы во Франции. Можно сохранять дружеские отношения и не приходить в восторг от всего в своих друзьях. Я никогда не замечал в характере Тургенева ни малейшего следа лицемерия. Салтыков Щедрин. Том 20. Страница 390. После появления работы Гальперина, Доде писал ему. «Письма Тургенева, собранные вами и сопровождаемые вашими умными и тонкими комментариями, изменили мои чувства к великому русскому писателю. Да, вы правы. Тургенев не был вероломным. Он не двуличен». Гальперин Каминский. «Письма Тургенева к госпоже Полине Виардо и его французским друзьям». Страница 259. В 1893 году французский журналист Жюль Гюре опубликовал в газете «Фигаро» свое интервью с Альфонсом Доде. «Я, — говорит Доде, — считал себя другом этого человека. Я очень любил его. В течение многих лет Тургенев был моим любимым автором. Его книги были удивительными, которые читаешь и перечитываешь беспрестанно. С тех пор мои предпочтения изменились, но мнение мое осталось прежнее». Новое время. 1893 год. Номер 6346. 28 октября. Текст печатается по изданию «Альфонс Доде. Собрание сочинений в семи томах. Том 7. Москва. 1965 год». Это было лет 10-12 назад у Густава Флобера на улице Мурильо. «Маленькие нарядные комнаты, обитые полосатой тканью и выходившие окнами в парк Монсо, чинный аристократический парк, листва которого затеняла окна зелеными шторами. По воскресеньям мы собирались в этом уютном чудесном уголке одной и той же тесной компанией. Пять-шесть человек. Для непрошенных гостей двери дома были закрыты. Однажды в воскресенье, когда я по обыкновению пришел навестить престарелого мэтра и других моих друзей, Флобер встретил меня вопросом «Вы не знакомы с Тургеневым? Он здесь». И, не дожидаясь ответа, ввел меня в гостиную. Когда я вошел с дивана, где он сидел, откинувшись, поднялся высокий старик с белоснежной бородой. Он соскальзывал с грудой подушек, словно огромная змея, наделенная парой огромных удивленных глаз. Мы, французы, поразительно плохо знаем иностранную литературу. Наш ум такой же домосед, как и мы сами. Мы ненавидим путешествия и, попадая в чужую страну, почти ничего не читаем и не осматриваем. Случайно я хорошо знал творчество Тургенева. Мне довелось как-то прочесть записки «Охотника», и они произвели на меня такое сильное впечатление, что я познакомился и с другими книгами русского писателя. Мы были связаны с ним еще до знакомства нашей общей любовью к полям, к перелескам, к природе, одинаковым пониманием ее превращений. У большинства писателей есть только глаз, и он ограничивается тем, что живописует. Тургенев наделен и обонянием, и слухом. Двери между его чувствами открыты, он воспринимает деревенские запахи, глубину неба, журчание вод, и без предвзятости сторонника того или иного литературного направления отдается многообразной музыке своих ощущений. Но эта музыка доступна далеко не всем. Людям, оглушенным с детства ревом большого города, никогда не уловить ее, не услышать голосов населяющих мнимую тишину леса, когда человек молчит, ничем не выдавая своего присутствия, и природа считает, что она наедине с собой. Вспомните стук весел, брошенных в пирогу на озере, описанный Фенимором Купером. Вы не видите пироги, вас отделяют от нее несколько миль, но от этого звука, долетевшего до вас издали по спящей воде, леса раскинулись еще шире, и вы вздрогнули от щемящего душу одиночества. Русские степи пробудили чувства и сердца Тургенева. Человек становится лучше, когда он внимает природе. Тот, кто любит ее, не может быть безучастен к людям. Вот чем объясняется сострадательная доброта, сквозящая в книгах славянского романиста, доброта печальная, как мужицкая песня. Это и есть тот человеческий вздох, о котором говорится в креольской песне, клапан, не дающий людям задохнуться. Больно тебе вздохни, не то боль задушит тебя. И этот, много раз повторенный вздох, роднит записки охотника с хижиной дяди Тома, вопреки ее пафосу и воплям. Все это я понимал еще до встречи с Тургеневым. Он уже давно восседал в кресле из слоновой кости на моем Олимпе, наряду с другими моими богами. Но я был далек от мысли, что он в Париже. Я даже не задумывался над тем, жив он или умер. Каково же было мое удивление, когда я столкнулся с ним лицом к лицу в парижской гостиной на четвертом этаже дома, выходившего окнами в парк Монсо. Я с восторгом поведал Тургеневу о моем знакомстве с его книгами, выразил ему свое восхищение. Я сказал, что читал его в Сенарском лесу. Там я проник в душу писателя, и ласковые картины леса так тесно переплелись у меня с тургеневскими рассказами, что один из них навсегда остался в моей памяти, окрашенном в розовый цвет вересковой пустоши, тронутой осенью. Тургенев был крайне изумлен. Как? Вы читали мои книги? И тут он заговорил о том, как плохо распространяются его книги, о том, что во Франции он неизвестен, и Этцель издает его точно из милости. Слава писателя не вышла за пределы его родины. Он страдал при мысли, что не понят в стране милый его сердцу. Он говорил о своих неудачах с грустью, но без всякого раздражения. Напротив, наши беды 1870 года еще больше привязали его к Франции. Он уже не мог покинуть ее. Перед войной он проводил лето в Бадене, теперь решил больше туда не ездить и удовольствоваться бужевалем и берегами сены. В это воскресенье у Флобера никого больше не было, и наша беседа с Тургеневым затянулась. Я расспрашивал писателя о его методе работы. Недоумевал, почему он сам не переводит своих книг. Надо заметить, что он очень хорошо говорил по-французски, только чуть-чуть медленно, что объяснялось его требовательностью к себе. Тургенев признался мне, что «Академия» и «Академический словарь» повергают его в трепет. Он перелистывает дрожащими пальцами этот грозный словарь, точно кодекс словосочетаний, карающий любую вольность. После этих поисков он терзается сомнениями, которые убивают удачу, и лишают его всякого желания дерзать. Мне помнится, что в очерке, написанном в то время, Тургенев не отваживался сказать «бледные глаза» и страха перед сорока бессмертными и перед тем, как они отнесутся к этому эпитету. Я не впервые сталкивался с подобными страхами. Они обуревали и моего друга Мистраля, тоже завороженного куполом «Академии» этим бутафорским монументом, фигурирующим в круглой рамке на изданиях «Дидо». Я высказал по этому поводу Тургеневу все, что накипело у меня на душе, а именно, что французский язык — не мертвый язык, на котором можно писать по словарю застывших выражений, расположенных в алфавитном порядке, как в градусе. «Градус» — имеется в виду французский словарь, составленный по образцу словаря латинского языка и поэтических выражений. «Градус от Парнассум» — ступень, ведущая на Парнас. «Для меня язык — прекрасная полноводная река, в которой трепещет и кипит жизнь. Река уносит по пути много мусора, люди все в нее кидают, но не мешайте ей течь, она сумеет отобрать самое ценное». Между тем день уже клонился к вечеру, и Тургенев сказал, что ему надо заехать за дамами на концерт по Деллу. Я вышел вместе с ним. Меня очень обрадовало, что он любит музыку. Во Франции литераторы обычно ненавидят музыку. Все заполонило живопись. Теофиль Готье, Сен-Виктор, Гюго, Банвиль, Гонкур, Золя, Лекон-де-Лиль — музыкофобы. Насколько мне известно, я первый посмел громко признаться в своем непонимании красок и в своей страстной любви к звукам. По всей вероятности, эта склонность объясняется моим южным темпераментом и близорукостью. Одно чувство развелось у меня в ущерб другому, а Тургенев полюбил музыку в Париже, в среде, где он жил. Тридцатилетняя дружба связывала его с госпожой Виардо. Виардо — великой певицей, Виардо Гарсия — сестрой Малибран. Одинокий холостяк Тургенев долгие годы жил в этой семье в особняке на улице Де, номер пятьдесят. Дамы, которых он упомянул у Флобера, были никто иные, как госпожа Виардо и ее дочери, которых он любил как родных детей. В этом-то гостеприимном доме я вскоре навестил Тургенева. Особняк был обставлен с утонченной роскошью и большой заботой о красоте и удобстве. Внизу, в щель приоткрытой двери, я разглядел картинную галерею. Звонкие девичьи голоса раздавались за стеной, их сменяла страстная контральта Орфея, звуки которого неслись вслед за мной по лестнице. На четвертом этаже небольшое помещение, теплое, уютное, уставленное мягкой мебелью, похожее на будуар. Тургенев перенял художественные вкусы своих друзей. Музыку он любил, как госпожа Виардо, а живопись, как ее муж. Тургенев лежал на Софе. Я сел подле него, и мы возобновили недавний разговор. Тургенев заинтересовался моими замечаниями и обещал принести в следующее воскресенье к Флоберу один из своих рассказов, чтобы мы перевели этот рассказ в его присутствие. Потом Тургенев заговорил о романе «Новь», который он собирался написать. Это должна была быть мрачная картина, изображающая новые слои, поднявшиеся из глубин России, история несчастных опростелых, которые по горестному недоразумению идут в народ. Но народ не понимает их, высмеивает, гонит прочь. Слушая писателя, я думал, что Россия и в самом деле новь, нетронутая земля, где каждый шаг оставляет след, земля, которую предстоит исследовать, возделать. У нас же, напротив, не сохранилось ни одной пустынной дороги, ни одной тропинки, по которой не прошли бы толпы людей. А уж если говорить о романе, то тень Бальзака встает в конце каждой нашей аллеи. После этой беседы мы довольно часто виделись с Тургеневым. Из всех мгновений, проведенных вместе с ним, мне особенно запомнился один весенний день на улице Мурильо, сияющий, неповторимый. Разговор зашел о Гёте, и Тургенев сказал нам, «Вы его не знаете». В следующее воскресенье он принес нам «Прометея и сатира», драматическую поэму, вольтерьянскую, кощунственную, бунтарскую. Парк Монсо радовал нас веселыми детскими голосами, ярким солнечным светом, свежестью политых цветов и деревьев, и мы четверо, Гонкур, Золя, Флобер и я, взволнованные этой величественной импровизацией, внимали гению, переводившему «гения». Этот человек, столь робкий, с пером в руке, стоял пред нами, как дерзновенный поэт. И мы слышали не лживый перевод, который засушивает и мумифицирует. Сам Гёте ожил и разговаривал с нами. Чтение состоялось 21 марта нового стиля 1875 года. Тургенев бывал у меня часто. Я жил тогда в Маре, в бывшей резиденции Генриха II. Писателем забавлял необычный вид парадного двора и королевского дома с коньком на крыше и деревянными решетками на окнах, ныне заполоненного ловчонками игрушек, сельцерской воды и сластей. Однажды, когда он, огромный, под руку с флобером, появился на пороге, сынишка сказал мне шепотом, «Это великаны». Да, великаны, добрые великаны, наделенные умом и сердцем, соразмерными их росту. Этих гениальных людей связывала свойственная им обоим простодушная доброта. Виновницей же их союза была Жорж Сант. Бахвал, Франдер и Дон Кихот, Флобер со своим громоподобным голосом, беспощадной наблюдательностью и повадками воина-норманца, был мужской половиной этого духовного брака. Но кто бы заподозрил, что второй колосс, с его мохнатыми бровями и огромным лбом, сродни тонкой, чуткой женщине, много раз описанной им в романах, русской женщине, нервной, томной, страстной, дремлющей, как восточная рабыня, трагичной, как готовая взбунтоваться сила. Среди великой людской неразберихи души попадают иной раз не в ту оболочку. Мужская душа оказывается в женском теле, женская душа в грубом облике циклопа. Как раз в это время нам пришла в голову мысль устраивать ежемесячные собрания друзей за вкусным обедом. Эти сборища получили название обедов Флобера или обедов освистанных авторов. В самом деле, мы все потерпели неудачу Флобер со своим кандидатом Золя с бутоном розы Гонкур, с Анриетой Марешаль, я с Арлезианкой. К нашей компании хотел было примкнуть Жерарден, но он не был писателем, и мы его не приняли. Тургенев же дал нам слово, что его освистали в России, а так как Россия была далеко, то мы не стали проверять, правда ли это. Что может быть восхитительнее дружеских обедов, когда сотропезники ведут непринужденную живую беседу, облокотясь на белую скатерть? Как люди многоопытные, мы и все любили покушать. Количество блюд соответствовало числу темпераментов, количество кулинарных рецептов — числу наших родных мест. Флоберу требовалось нормандское масло и откормленные руанские утки. Эдмон де Гонкур, человек утонченный, склонный к экзотике, заказывал варенье из имбиря. Золя ел морских ежей и устриц, Тургенев лакомился икрой. Да, нас нелегко было накормить, парижские рестораторы должны нас помнить. Мы часто меняли их, мы бывали то у Адольфа и Пеле за оперой, то на площади комической оперы, то у Вуазена, погреб которого, примерял все требования и утолял все аппетиты. Мы садились за стол в семь часов вечера, а в два часа ночи трапеза еще продолжалась. Флобер и Золя снимали пиджаки, Тургенев растягивался на диване, мы выставляли за дверь гарсонов предосторожность излишняя, так как голос Флобера разносился по всему зданию и беседовали о литературе. Обед постоянно совпадал с выходом одной из наших книг, с искушением святого Антония и тремя повестями Флобера, с девкой Элизой Гонкура, с аббатом Муре, Золя. Три повести Флобера, «Простое сердце», легенда о святом Юлиане Милостивом и Радиада вышли в 1877 году в Париже отдельной книгой. «Тургенев приносил живые мощи и новь, я, Фромона и Джека. Мы разговаривали с открытой душой, без лести, без взаимных восторгов. Передо мной лежит письмо Тургенева, написанное старинным, крупным почерком, почерком русского манускрипта, и я привожу его полностью, так как оно хорошо передает искренность наших отношений». Тургенев писал это письмо Доде с отзывом о Набобе после некоторых колебаний, о чем сообщал Флоберу. «Я только что кончил Набоба. Это книга, в которой кое-что выше уровня Доде, а кое-что значительно ниже. То, что основано на его наблюдениях, великолепно. То, что придумано, убого, бесцветно и даже неоригинально. Несмотря на это, удачные места книги столь удачны, что, кажется, я решусь написать ему правдивое письмо, которое одновременно доставит ему и удовольствие, и огорчение, но, может быть, в конце концов, я этого и не сделаю». Тургенев письма, том 12, книга 1, страницы 469-470. Флобер согласился с мнением Тургенева. «Относительно Набоба, я думаю, совершенно так же, как вы». Тургенев письма, том 12, книга 1, страница 619. Понедельник, 24 декабря 1877 года. Дорогой друг, если я до сих пор не высказал своего мнения о вашей книге, то лишь потому, что мне хочется сделать это обстоятельно, не довольствуясь банальными фразами. Я откладываю все это до нашей встречи, которая, надеюсь, вскоре состоится, ибо Флобер возвращается на днях, и наши обеды возобновятся. Ограничусь несколькими словами. Набоб самый замечательный и вместе с тем самый неровный из всех написанных вами романов. Если Фрамона и Рисслера представить в виде прямой, то Набоба следовало бы изобразить так, начертана волнистая линия, причем верхушки этих зигзагов доступны только таланту перворазрядному. Простите мне это геометрическое объяснение. У меня был очень сильный и длительный приступ подагры. Только вчера я впервые вышел на улицу. Ноги не слушаются меня, словно мне 90 лет. «Очень боюсь, что я стал хроническим больным», как говорят англичане. Прошу вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение, госпоже Доде. Крепко жму вашу руку. Ваш Иван Тургенев. Когда с обсуждением книг и повседневными заботами бывало покончено, беседа принимала более общий характер. Мы обращались к вечным истинам, говорили о любви и о смерти. Русский писатель молчал, вытянувшись на диване. А вы что скажете, Тургенев? О смерти? Я о ней не думаю. У нас никто ясно не представляет себе, что это такое. Она маячит вдалеке, окутанная славянским туманом. Эти слова красноречиво свидетельствовали о характере русского народа и о таланте Тургенева. Славянский туман покрывает все тургеневское творчество, смягчает его, придает ему трепет жизни, даже разговор писателя как бы тонет в этом тумане. Все, что он говорил нам, поражало вначале неопределенностью, неясностью, и вдруг облако рассеивалось, пронизанное лучом света, ярким словом. Он описывал нам Россию, не историческую, условную Россию березины, а Россию, колосящиеся ржи и цветов, набравших силу под весенними ливнями. Описывал и Малороссию с ее буйными травами и жужжанием пчел. А так как надо же где-нибудь поместить диковинные истории, которые мы слышим, вставить их в знакомую рамку, то русская жизнь рисовалась мне по рассказам Тургенева, похожей на жизнь владельцев алжирского поместья, окруженного хижинами феллахов. Тургенев говорил о русском крестьянине, о его пьянстве, о его дремлющем сознании, о том, что он совершенно не представляет себе, что такое свобода. Или же делился с нами более отрадными воспоминаниями, прикрывал уголок идиллии, связанной с молодой мельничихой, которую он встретил во время охоты и в которую был одно время влюблен. «Что тебе подарить?» постоянно спрашивал он у мельничихи. Однажды красавица, покраснев, ответила ему, «Привези мне мыло из города. Я буду мыть им руки, чтобы они хорошо пахли, и тогда ты станешь их целовать, как у барыни». После любви и смерти разговор заходил о болезнях, о теле, которое становится в тягость, как ядро на ноге у каторжника. То были печальные признания мужчин, которым перевалило засорок. Меня еще не мучил ревматизм, и я посмеивался над моими друзьями и над страдавшим подагрой несчастным Тургеневым, который приходил на наши обеды хромая. С тех пор я поубавил спеси. Увы, смерть, о которой мы говорили постоянно, нагрянула и похитила у нас Флобера. Он был душой, связующим звеном наших обедов. После его кончины все изменилось. Мы виделись изредка, нам не хватало мужества возобновить встречи, прерванные смертью. Прошло несколько месяцев, и, наконец, Тургенев решил собрать нас. Место, предназначавшееся для Флобера, свято сохранялось за нашим столом, но нам так не доставало его громкого голоса и веселого смеха, а беды уже были не те. После этого я встречал русского романиста на вечерах госпожи Адан. Однажды он привел с собой у великого князя Константина, который находился проездом в Париже, и пожелал видеть местных знаменитостей. Это сборище за столом походило на оживший музей Тюссо. Тургенев был печален и болен, несносная подагра. Она надолго укладывала писателя в постель, и он просил друзей навещать его. Два месяца тому назад я видел Тургенева в последний раз. Дом был по-прежнему полон цветов, звонкие голоса по-прежнему звучали в нижнем этаже. Мой друг по-прежнему лежал у себя на диване. Но как он ослабел, как он изменился! Грудная жаба не давала ему покоя, а, кроме того, он страдал от страшной раны, оставшейся после операции кисты. Тургенева не усыпляли, и он рассказал мне об операции, ясно сохранившейся в его памяти. Сначала он испытал такое ощущение, словно с него, как с яблока, снимали кожуру. Затем пришла резкая боль. Нож хирурга резал по живому мясу. Я анализировал свои страдания. Мне хотелось рассказать о них за одним из наших обедов. Я подумал, что это может вас заинтересовать, прибавил он. Тургенев уже вставал с постели. Он спустился вместе со мной, чтобы проводить меня до парадной двери. Внизу мы зашли в картинную галерею, и он показал мне полотна русских художников. Привал казаков, волнующееся море ржи, пейзажи живой России, такой, какой он ее описал. Старик Виардо был нездоров. За стеной пела Гарсия, и в этой любимой им атмосфере искусства Тургенев улыбался, прощаясь со мной. Месяц спустя я узнал, что Виардо умер, а Тургенев при смерти. Мне трудно поверить в роковой исход его болезни. Для прекрасных, могучих талантов должна бы существовать отсрочка, чтобы они все успели сказать. Время и мягкий бужевальский климат вернут нам Тургенева, но ему уже не бывать на наших задушевных собраниях, доставлявших ему такую радость. Ах, обеды Флобера! Недавно мы возобновили их, но за столом нас было только трое. В то время, как я просматривал эту статью, появившуюся несколько лет тому назад, мне принесли книгу воспоминаний, на страницах которой Тургенев с того света всячески поносит меня. Как писатель я ниже всякой критики, как человек последний из людей. Во французском издании мемуаров Павловского приведены следующие слова Тургенева. «До де, какое ничтожество, заметил он, он всего лишь подражатель Диккенса, а как человек, что за тип, что за тип, хитрый южанин, притворщик себе на уме, умеющий устраивать свои делишки, его друзья знают ему цену и рассказывали мне о нем по босенке». Русский перевод отрывка в литературном наследстве, том 76, страница 501. Интересно, что в раннем русском варианте этих воспоминаний «Русский курьер», 1884 год, номер 137, отзыв Тургенева о «До де», приведен в более мягкой форме, что свидетельствует о безусловной тенденциозности поздней французской редакции этой беседы. Золя, ознакомившись с воспоминаниями Павловского, однако не склонен был обвинять Тургенева в лицемерии и неискренности. По поводу писем Тургенева, столь обидевших «До де» и «Гонкура», Золя сказал, «его винили в том, что он нас судил слишком строго в своих письмах к русским друзьям. Действительно, он довольно ядовито выражался насчет «Гонкура» и «До де». Он говорил, что ничего не понимает в большой изысканности стиля «Гонкура» и находил искусство «До де» немного узким. Но надо же, однако, допустить, что писателю всегда позволительно, невзирая на симпатию его натуральных отношений, сохранять неприкосновенным свое интимное суждение. Новое время, 1893 год, 28 октября. В полемике, вызванной мемуарами Павловского, принял участие Анатоль Франц, который опубликовал заметку «Инцидент до де Тургенев». Темп, 1888 год, 12 февраля. Моим друзьям это де прекрасно известно, и они рассказывают обо мне Бог знает что. О каких друзьях, говорит Тургенев, и как они могли оставаться моими друзьями, если так хорошо меня знали? Да и кто принуждал добросердечного славянина к этой показной дружбе? Я вспоминаю его в моем доме, за моим столом. Он мил, ласков, целует моих детей. У меня сохранились его письма, письма хорошие, дружеские. Так вот, что скрывалось под этой доброй улыбкой. Боже мой, какая странная штука жизнь, и как прекрасно, прекрасное греческое слово «притворство». Хлодвиг Гогенлое Шиллингфюрст Из дневника 1876 и 1879 годы Немецкий дипломат, князь Хлодвиг Гогенлое Шиллингфюрст 1819-1901 годы встречался с Тургеневым в Париже, по всей вероятности, в 1876-79 годах, в бытность свою послом Германской империи. Князь Гогенлое начал писать свой дневник, когда он был еще посланником в Париже, и каждый день заносил в него заметки, отличающиеся необыкновенной искренностью, говорилось в одной из корреспонденций «Нового времени» 1906 год, номер 10987, 14-27 октября, приложение. Его дневниковые записи о встречах с Тургеневым представляют немалый интерес. Особенно значительна запись 13 апреля нового стиля 1879 года, сделанная вскоре по возвращении Тургенева из России после волнующих встреч с передовой интеллигенцией и студенчеством. В суждениях о политической обстановке в России 1879 года Тургенев, возможно, излагал мысли, которые собирался развить в неосуществленной статье. Об этом воспоминания Ковалевского в настоящем томе и комментарии к ним. Впервые отрывки из дневников Гогенлоэ были опубликованы после смерти автора в журнале «Всемирная иллюстрация», 1906 год, номер 11-й, страницы со 103 по 106-ю. Русский текст печатается по изданию «Литературное наследство», том 76 «Москва», 1967 год. Часть 1. Париж. 25 января, 6 февраля 1876 года. Вчера вечером у княгини Урусовой. Там были Черкасский, Жуковский-младший и Тургенев. Жуковский-младший имеется в виду Павел Васильевич Жуковский, художник-архитектор. Тургенев рассказывал, между прочим, о Викторе Гюго, которого он часто навещает. Говорит, что Виктор Гюго необычайно любезен и радушен как хозяин. Он живет здесь, в наемной квартире, богат, но расчетлив. Тургенев недавно имел с ним беседу о Гёте, во время которой обнаружилось много неожиданного. Между прочим, Гюго приписал Гёте Валенштейна. Он ненавидит Гёте и дошел до того, что заявил, кто же не знает, что избирательное средство написал Ансильон, а вовсе не Гёте. Тургенев говорит о чувстве нетерпимости, присущей французским писателям высшего ранга, таким как Флобер и Доде, которые ничего не хотят узнать о несколько хуже пишущих их авторах, как Арсен Уссей и Александр Дюма. Тургенев далее говорил о гравюрах Гоии, которые появились в начале этого века. Когда он описывал отдельные картины, ярко проявился его прославленный талант. Потом он прочитал нам несколько стихотворений некой госпожи Аккерман, которая, в общем, стоит на точке зрения Шопенгауэра и проклинает Бога и Вселенную. В Тургеневе есть что-то от самодовольствия знаменитого писателя, но только в очень небольшой и нераздражающей мере. К тому же он любезен и естествен. Часть вторая. Париж. 21 марта, 2 апреля 1876 года. Я отправился к княгине Урусовой, где застал Тургенева, который читал стихи и рассказывал о разном в своей обычной образной манере. Вернулся домой в час ночи. Часть третья. Париж. Первая. 13 апреля 1879 года. Тургенев возвратился из России, где был предметом всеобщих оваций. Я застал его вчера еще под впечатлением пережитого. Он говорил, что был поражен таким чествованием, ведь он никогда не занимался политикой. Он объяснял это потребностью русского народа найти хоть какой-нибудь объединяющий пункт, чтобы проявить свои либеральные воззрения. Он много рассказывал о русских делах. Правительство не понимает движения. По мнению Тургенева, оно поступает неправильно, относясь одинаково к нигилистическим заговорщикам и к либеральным кругам. Он прибавил, что действительно существуют тайные общества с радикальными тенденциями. Ему самому приходилось беседовать с такими радикалами. У них нет никакой программы, они только высказывают мысль о том, что старый обветшалый дом должен быть подожжен со всех четырех сторон, а потом должен быть построен новый. Образованные круги, ученые, литераторы, чиновники убеждены, что Россия должна получить конституцию не обязательно по новейшему образцу, но такую, которая включала бы представителей земств, чтобы контролировать финансы и внести порядок в управление. Движение охватывало всех. Русский народ в брожении. Для царя было бы легко уступками привлечь на свою сторону народ и вызвать в нем по отношению к своей особе необычайный энтузиазм. Сейчас для этого чрезвычайно благоприятный момент. Однако царь, которого всегда предостерегали, что уступки привели Людовика XVI к гильотине, не хочет об этом и думать. К тому же он сделался равнодушным, он окружен лишь тесной кликой и склоняется к тому, чтобы одними и теми же мерами противодействовать как либеральному, так и радикальному движению. Это ожесточает и умеренных. Вполне благомыслящие люди говорили ему, Тургеневу, они сами смущены тем, что не могут в душе порицать террористические акты, которые они осуждают. Тургенев упомянул различные факты, вызывавшие всеобщее раздражение. Так, 900 молодых людей, на которых только пали кое-какие подозрения, были брошены в одиночки. 60 человек из них в результате многолетнего заключения лишились ума, многие заболели туберкулезом. Около 10 тысяч молодых людей были в заключении и высланы в отдаленные города. Речь идет о политическом процессе 1877-1878 годов, известном под названием «Процесс 193». Ему предшествовало предварительное следствие, которое длилось около трех лет с конца 1874 года. Было привлечено свыше тысячи человек, которым предъявлялось обвинение в революционной пропаганде в империи. Это значит, что разрушена их карьера и что они лишились средств к существованию, и это были не только нигилистические заговорщики, большая часть их — либералы, которые не смогли скрыть своих мечтаний о конституционном устройстве. В России, говорит Тургенев, в центре внимания внутренняя политика. Внешняя политика никого не интересует, поэтому славяно-фильская партия потеряла почву. Аксаков, который посетил его, разразился по этому поводу иеремиадами. Имеется в виду Иван Сергеевич Аксаков. Войну, которая стоила стольких денег и людей и не принесла России никаких преимуществ, все осуждают самым решительным образом, и в настоящее время о войне никто не хочет и слышать. Речь идет о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Он говорил о министрах с величайшим презрением, Маков, идиот, Грейг, совершенно не способен. Царь сказал Грейгу после одного доклада, «До сих пор я считал, что я тот человек, который меньше, чем кто-либо другой в России, понимает в финансах. Теперь вижу, что ошибался. Этот человек ты». Тем не менее, царь сохраняет Грейга на его посту. Если утверждать, что в России нет людей, способных к руководству делами, это совершенно ошибочно. Он назвал различных дельных провинциальных чиновников и адвокатов. Если этот момент «спасти Россию» будет упущен, наступит общий крах. В революцию Тургенев не верит. Правительство обладает достаточной властью, чтобы силой сохранить порядок, когда он спросил бывшего министра-консерватора, каким образом может быть исправлено положение, тот ответил «целительная сила природы». Русские возлагают сейчас надежды на смерть царя и на наследника. Тургенев отрицает, что жизни царя угрожают нигилистические террористы. В своих террористических актах они исходят из определенной теории. Они ставят себе целью наказать чиновников, допускающих грубые нарушения закона и несправедливости, и тем запугать их. Царю они ничего не сделают. Тургенев предполагает написать политическую брошюру, в которой намерен изложить мысли, вызванные пребыванием в России. То, что правительству начало казаться неудобным его присутствие в России, это понятно. Жандармский офицер на границе сказал ему, когда он проезжал, «А мы уже пять дней ждем вас». Об этом в воспоминаниях Лопатина в первом томе настоящего издания. «Если бы я был царем Александром, я поручил бы Тургеневу составить кабинет». Вильям Рольстон Из воспоминаний Английский историк, литературы, критик и переводчик Вильям Рольстон 1829-1889 годы, проявлявший серьезный интерес к русской культуре, был большим другом Тургенева. Ему принадлежат статьи о Кольцове, Островском, Николае Тургеневе, известном фольклористе Афанасьеве. В 1886 году Рольстон был избран членом Российской академии наук. С Тургеневым познакомился в середине 60-х годов и стал одним из ведущих переводчиков его произведений на английский язык. О переводе «Дворянского гнезда», выполненном Рольстоном, Тургенев писал ему, «Этот перевод намного лучше всех других переводов моих произведений». Тургенев, письма, том 8, страницы, 57-я и 343-я. В июне 1870 года Рольстон навестил Тургенева в Спасском. Писатель ввел Рольстона в круг своих русских друзей, рекомендовал его труды русским критикам и искусствоведам для отзывов, в частности, Стасову. Тургеневым написана рецензия на английский перевод Басен Крылова, выполненный Рольстоном. Их творческое содружество продолжалось до последних дней жизни Тургенева. Воспоминания Рольстона впервые опубликованы в журнале «Атенеум» «Лондон» 1883 год номер 2916 15 сентября. Я знал его близко в течение почти 15 лет. Я посещал его в Бадене, Париже и в Бужевале. Я прогостил дней десять в его русском поместье в 1870 году, не раз встречался с ним в Англии по различным поводам и в разных местах. И повсюду, во всякое время я находил его все тем же очаровательным собеседником, добрейшим и скромнейшим из людей. За все время нашего знакомства я никогда не слышал от него ни слова, в котором сквозило бы, хотя тень, зависти или высокомерия. Никто не был способен с такой готовностью, как он, признать и поощрить нарождающийся талант, оценить достоинства своих преуспевающих соперников, как живых, так и умерших. Его кротость по отношению к тем, кто иногда осмеливался порицать его, была поистине удивительна, и малейший знак восхищения всегда был для него неожиданностью. Как и покойный Дарвин, он постоянно бывал слегка удивлен всяким доказательством уважения к нему. Приведу для примера следующий факт. Несколько лет тому назад Генри Гольд, издатель из Нью-Йорка, прислал ему чек, прося принять это как слабый знак признательности и прибавляя, что никогда ни одно из издаваемых им сочинений не доставляло ему такого наслаждения, как переводы романов Тургенева. Об этом факте Тургенев писал 26 января 7 февраля 1874 года Аненкову. Вчера со мной произошла необыкновенная штука. Существует в Америке некий издатель Гольд, Хенри Гольд, который вот уже пять лет как печатает переводы моих вещей. Так как между Америкой и Европой никакой литературной конвенции не существует, то Гольд и не подумал попросить у меня никакого уполномочия, тем более, что другие издатели тоже печатали мои вещи. Представьте же мое изумление, вчера я получаю от этого Гольда письмо, в котором он после многих комплиментов сообщает мне, что сперва продажа моих вещей шла туго, но что теперь он настолько получил от них барыша, что может послать мне в виде вознаграждения тысячу франков. И действительно, при письме находился вексель в тысячу франков. Тургенев, письма, том 10, страница 193. В воспоминаниях одного из современников писателя Цветкова приведен рассказ Тургенева об этом же эпизоде «Литературное наследство», том 76, страницы 421-422. Тургенев был искренне восхищен этим неожиданным для него признанием его таланта за океаном, как будто бы он был писателем сравнительно неизвестным, а не романистом, сочинения которого переведены чуть ли не на все языки Европы. Когда несколько лет тому назад распространилась ложная весть о смерти Тургенева, один английский критик написал о нем биографическую статью, в которой, между прочим, отметил, что великий романист прекрасно говорил, но что его энтузиазм порою был утомителен. «Это в первый раз меня назвали скучным», писал мне Тургенев в одном из многих восхитительных писем, которые я получил от него. 13 25 января 1872 года Тургенев писал Аненкову. «Смеха ради прилагаю вам мой некролог, явившийся в одном лондонском музыкальном журнале. Меня смешали с Николаем Ивановичем Тургеневым». Один английский критик, Чорли, поместивший некрологическую статью об Иване Сергеевиче Тургеневе в журнале «Оркестра» 1872 год, номер 434, страница 251. Тургенев в письме Крольстону от 14 26 января 1872 года приводит огорчевшую его фразу из статьи Чорли. Я был несколько удивлен, обнаружив, что я немного утомительный энтузиаст. Тургенев письма том 9, страница 213. «И это сущая правда, менее скучного собеседника трудно себе представить. Он говорил блестяще, обнаруживая удивительный запас знаний по самым разнообразным предметам. Но он никогда один не завладевал разговором и отличался необыкновенным умением внимательно слушать. Я имел счастье присутствовать однажды при разговоре между тремя друзьями, из коих двое теперь уже покоятся вечным сном. Один из них был Тургенев, другой ныне покойный Кларк, вице-директор Тринити Колледжа и третий Теннисон. Я отчетливо помню, как искусно русский романист отстаивал свои мнения, даже когда разговор касался предметов, с которыми его собеседники были особенно хорошо знакомы. В ряде других случаев я замечал, какое сильное впечатление производил он на самых строгих судей и ценителей. Как было однажды во время краткого посещения Тургеневым Кембриджа, когда он присутствовал на обеде в Тринити Колледже. Во время десятидневного пребывания в Англии в октябре 1878 года, с 7 19 октября по 17 29 октября, Тургенев посетил Кембридж и Оксфорд. Я посетил оба университета, писал Тургенев, Льву Толстому 15 27 ноября 1878 года из Парижа. Причудная и прихитрая штука эти английские воспитательные учреждения. Тургенев, письма, том 12, книга 1, страница 383. Я уверен, что многие из воспитанников училища до сих пор еще помнят этот день, ознаменованный присутствием столь блестящего гостя. Хотя Тургенев беседовал по обыкновению увлекательно, но можно было заметить, что втайне его занимала посторонняя мысль. Дело в том, что в тот же вечер должна была происходить защита диссертации одним из студентов энергии и талантом, которого Тургенев был поражен и которому он предсказывал блестящую карьеру. Увы, она была пресечена ранней смертью. Тезис заключался в том, что французские коммунары заслуживают сочувствия англичан. Тезис был предложен до падения коммуны и до пожара Парижа, но автор отказался взять его назад. Тургеневу так хотелось слышать дебаты, он так боялся пропустить бурную сцену, которую ожидал, судя по своему опыту на континенте, что то и дело спрашивал, не пора ли отправляться. После дебатов, заметив, с каким спокойным и почтительным вниманием молодые люди, толпившиеся в зале, выслушали аргументы докладчика, а затем все единогласно ватировали смерть его тезису, Тургенев обернулся ко мне и сказал, «Теперь-то, наконец, я понимаю, почему вы, англичане, не боитесь революции». В Оксфорде Тургенев приобрел себе столько же друзей, сколько и в Кембридже. Когда университет поднес ему звание почетного члена, он снова выразил свое удивление по поводу огромной разницы характеров между британскими и русскими студентами. В Лондоне у него также было много друзей, и все присутствовавшие на собраниях, в которых он участвовал, например, у покойного Данте Росетти, Уильяма Споттисвуда и Медокса Брауна, надолго сохранят приятные воспоминания об его статной фигуре с величавой львиной головой, об его привлекательном обхождении и грустной прелести его улыбки. В последний раз, когда он был в Англии два года тому назад, предполагалось устроить в честь его банкет и соединить на нем всех его многочисленных английских почитателей. Все, кому не говорили об этом, поэты, романисты, художники или музыканты, все с радостью приветствовали эту мысль. Но этому воспротивился сам Тургенев, написав из Парижа «Нет, дорогой друг, нет никаких оснований, почему англичане должны были бы оказать мне такую великую честь, я не достоин ее, и мои враги скажут, что я интриговал для какой-нибудь цели». Я цитирую его слова по памяти, но гарантирую, что смысл их был именно таков. Однако, хотя большой банкет не состоялся, небольшое собрание в честь его все-таки произошло в Лондоне в октябре 1881 года. В 1881 году Тургенев пробыл в Англии с 3-го, 15-го октября по 13-е, 25-е октября. О приеме, устроенном ему английской интеллигенции, Тургенев рассказывал Якову Полонскому «На возвратном пути наш общий друг Рольстон импровизировал для меня обет, частью из симпатии ко мне, а частью и большей частью, как он мне в этом сам сознался, чтобы сделаться в глазах английской публики главным репрезентатором и авторитетом по части русских дел, литературы и прочего. Это ему удалось. Были разные тузы между писателями, журналистами, все было очень оживленно, я произнес, разумеется, путаясь и заикаясь маленький спич, и все эти господа, из которых едва ли два, три, четыре человека прочли какую-нибудь мою вещь, пили мое здоровье. Рольстон хочет даже затевать большой банкет, но я скорее сам себе нос отрежу, чем соглашусь на такую чепуху. С какой стати мне банкет в Англии? Уж и так чеи в Петербурге думают, что я всякие употребил интриги, чтобы добиться этого обеда. Тургенев, письма, том 13, книга 1, страница 139. Он проезжал через Лондон, уже на обратном пути в Париж, из Нью-Маркета, где охотился на куропаток вместе с одним из лучших своих английских друзей, Голлем, бывшим корреспондентом Дэйли Ньюс. Наскоро был организован обед, на котором Тургенев встретился с несколькими товарищами-романистами Энтони Троулопом, Уильямом Блэком, Блэкмором, Вальтером Безантом, Джемсом Пеном. Тургенев был сильно встревожен мыслью о том, что ему надо произнести речь, так как он, в противоположность большинству своих соотечественников, не обладал плавным ораторским красноречием. Но его просили не вставать с места, когда он будет благодарить за тост, а просто сидя побеседовать немного со своими почитателями. Он последовал этой просьбе и говорил без натянутости, без стеснения, с такой увлекательностью, с таким чувством, что этого вечера не забудет ни один из присутствовавших. для нас, англичан, он был всего интереснее, когда говорил о влиянии, оказанном английской литературой, не только на него одного, но на русскую литературу вообще. Он основательно знал английскую литературу и глубоко изучил многих старых английских авторов. В его деревенском доме в Спасском он показывал мне томы сочинений наших старых драматургов. Дэна Джонсона, Бомонта и Флетчера, Мессенджера и других. Шекспир всегда был его кумиром. До конца жизни он сохранил чувство искреннего восхищения и преклонения перед многими великими английскими писателями. Но, тем не менее, он был страстным приверженцем своего родного языка, горячим поклонником тех шедевров, которыми русская литература справедливо может гордиться. Пушкина он чуть ли не боготворил. На смертном одре он высказал своим друзьям, что желал бы лежать возле Пушкина, но что он чувствует себя недостойным такой великой чести, и что такое желание слишком дерзновенно с его стороны. Это неподдельное самоуничижение характеризует человека. Быть может, такое отсутствие самомнения заставляло его так много думать о других. Во время пребывания моего в Спасском я успел узнать глубину его сердца, широту его симпатий и к человеку, и к животным, ко всему, что живет и страдает. Для меня было настоящим наслаждением слушать, как он в своей деревне разговаривал с крестьянами, своими бывшими крепостными, с мужиками окрестных сел и со старыми слугами, пришедшими повидать барина, которого они знали еще ребенком. Крестьяне очень довольны Иваном Сергеевичем, сказал мне один из мужиков с соседней деревни, население которой было недовольно своим прежним владельцем. В прошедшем году Тургенев предполагал вернуться в Россию весной и провести все лето в Спасском. Я надеялся посетить его в это время и перевести под его руководством роман, который он намеревался писать и который должен был иллюстрировать огромную разницу, существующую между социализмом России и социализмом Западной Европы. План романа, как он объяснил мне, был приблизительно следующий. Русская девушка, примкнувшая к нигилистическим идеям, покидает родину и поселяется в Париже. Там она встречает молодого француза-социалиста и выходит за него замуж. Некоторое время все идет благополучно в семье, воодушевленной общей ненавистью ко всем законам и условностям. Но, наконец, молодая женщина знакомится с одним из своих соотечественников, который рассказывает ей, что русские социалисты думают, говорят и делают на ее родине. Она узнает с ужасом, что цели, надежды и стремления русских революционеров, существенно расходятся с целями французских и немецких социалистов, и что глубокая пропасть разделяет ее от мужа, с которым она всегда считала себя во всем согласной. Как должна была кончаться история, не знаю, но легко себе представить, с какой силой и чувством развил бы эту идею великий писатель, которого мы утратили. Генри Джеймс Иван Тургенев из Воспоминаний Американский писатель Генри Джеймс 1843-1916 годы был горячим почитателем творчества Тургенева. За год до знакомства с Тургеневым, которое состоялось в ноябре 1875 года, Джеймс опубликовал большую литературно-критическую статью о его творчестве. Тургенев, ознакомившись с этой работой, отвечал ее автору, «Ваша статья меня поразила, ибо она вдохновлена тонким пониманием справедливости и истины, в ней есть мужественность, психологическое проницательность и отчетливо выраженный литературный вкус». Тургенев письма том 10-й страницы 269-я и 445-я. В письме Крольстону Тургенев рекомендовал Джеймса как очень милого, разумного и талантливого человека. Тургенев письма том 12-й книга 1-я страницы 63-я и 431-я. Как художник Джеймс испытал влияние Тургенева, которого считал романистом романистов. Современник писателя, американский новеллист Кейбл рассказывал посетившему его Ковалевскому, что Джеймс открыто провозглашает себя учеником Тургеневым. Вестник Европы 1883-й год номер 5-й страница 322-я. Когда появилось французское издание Нови, Джеймс написал статью об этом последнем романе Тургеневым. Воспоминания о встречах с Тургеневым были опубликованы в 1884-м году в январской книге журнала Atlantic Monthly 1884-й год том 3-й номер 315-й. Воспоминания Генри Джеймса печатаются по изданию Минувшие годы 1908-й. Год номер 8-й. Для настоящего издания русский текст отредактирован Хуцишвили. Полный перевод воспоминаний осуществленный Липецкой впервые опубликован в книге Генри Джеймс «Женский портрет». Ленинград издательство «Наука» 1981-й год. Тургенев был одним из наиболее богато одаренных людей, необычайно привлекательный, превосходный собеседник и рассказчик. Его физиономия, личность, характер, его необыкновенный дар притягивать к себе сердца оставили в памяти его друзей образ, в котором литературная слава является лишь одной из черт, не затмевающих целого. Образ этот покрыт меланхолическим налетом, отчасти потому, что меланхолия составляла глубокую и неизгладимую особенность его темперамента, отчасти же может быть потому, что в последние годы его жизни Тургеневу приходилось переносить тяжелые недуги. Но наряду с меланхолией в нем было много искрящейся веселости, способности отдаваться наслаждению. Тургенев был очень сложная натура. Я восхищался его произведениями еще до личного знакомства с ним, и когда на мою долю выпало это счастье, знакомство пояснило мне многое в его произведениях. С того времени и человек, и писатель заняли в моей душе одинаково высокое место. Я никогда не забуду впечатление, произведенного на меня первой встречей с Тургеневым. Он обворожил меня. Я не поверил бы, что великий писатель при первом же знакомстве может оказаться до такой степени привлекательным человеком. Но дальнейшие встречи лишь укрепили это впечатление. Он, отличаясь такой простотой, естественностью, скромностью, таким отсутствием каких-либо личных претензий так лишен был сознания своей силы, что иногда на мгновение думалось, действительно ли перед тобой гениальный человек. Все хорошее, все плодотворное было близко ему. Казалось, он интересовался всем на свете, и в то же время в нем ни на мгновение не проявлялось той самоуверенности, какая обыкновенно присуща не только людям, пользующимся действительной славой, но и всякого рода мелким известностям. В нем же не замечалось ни капли тщеславия, стремления поддержать свою репутацию, играть роль. Его юмор нередко обращался на него самого, и он с веселым смехом рассказывал анекдоты о самом себе. Я живо помню улыбку и тон голоса, с которым Тургенев однажды повторил выразительный эпитет, приложенный к нему Гюставом Флобером, эпитет, долженствовавший характеризовать расплывчатую мягкость и нерешительность, преобладавшие в натуре Тургенева, как и в характерах многих из его героев. Он искренне наслаждался остротой Флобера и признавал в ней значительную долю правды. Вообще он был необычайно естествен, скажу больше, я никогда еще не встречал человека, обладавшего в такой степени этим качеством. Как и у всех незаурядных натур, в нем совмещались многие противоположные черты, и в нем особенно поражало сочетание простоты с самой утонченной культурой. В моем критическом очерке я, выразив свое восхищение трудами Тургенева позволил себе сказать, что он обладает аристократическим темпераментом. В своей первой статье Иван Тургенев 1874 год Джеймс писал, что у Тургенева аристократический темперамент и демократический ум. Замечание это после знакомства с Тургеневым показалось мне особенно нелепым. Он вообще не поддавался никаким определениям этого рода. Точно так же сказать о нем, что он был демократом, значило, хотя его политическим идеалом была демократия, дать о нем очень поверхностное и неверное понятие. Он чувствовал и понимал противолежащие стороны жизни. Для догматизма он обладал чересчур живым воображением и большим запасом юмора и иронии. В нем не было ни зерна каких-либо предрассудков, и наши англосаксонские, протестантские, морализующие условные мерки морали были далеки от него. Он обсуждал все явления со свободой, которая всегда производила на меня оживляющее впечатление. Чувство красоты и любовь к правде и справедливости лежали в основе его натуры. Но одним из очарований разговора с ним было то, что вы дышали атмосферой, в которой условные фразы и суждения звучали бы нелепостью. Прибавлю, что, конечно, уже не ради похвальной критической статьи Тургенев удостоил меня таким дружеским приемом, ибо моя статья имела для него очень мало значения. При его чрезвычайной скромности он едва ли придавал большое значение тому, что о нем говорили, ибо вообще не ожидал большого понимания, в особенности за границей, среди иностранцев. Я даже ни разу не слыхал, что бы он упомянул в разговоре о какой-либо из многочисленных критических оценок его произведений в Англии. Во Франции, как он знал, его читали умеренно. Рыночный спрос на его книги был невелик, и он не обольщался иллюзиями насчет действительных размеров его популярности за границей. Он с удовольствием слышал, что некоторые читатели в Америке с нетерпением ожидают каждого его нового произведения, но все же он знал, что у него в Америке нет публики в обычном значении этого слова. Относительно критики, он думал, что она может быть полезна для читателей, но очень мало влияет на самого художника. Замечу также, что я нашел Тургенева таким неотразимо привлекательным вовсе не потому, что он с похвалой отзывался о моих произведениях и аккуратно посылал ему все мои книги. Я уверен, что он даже не читал их. По поводу первой из посланных ему мной повестей, он написал нам коротенькую записочку, в которой сообщал, что мадам Виардо прочла ему вслух несколько глав этой повести и что одна из этих глав написана рукой мастера. Имеется в виду роман Генри Джеймса «Родник Хадсон». 31 января нового стиля 1876 года Тургенев писал Джеймсу «Мы с госпожой Виардо уже начали читать вашу книгу и я счастлив сообщить вам, какое удовольствие она нам доставила». Тургенев письма том 11 страницы 203 и 397 Конечно, я был обрадован этим отзывом, но это было первым и последним удовольствием этого рода. Как я уже сказал, я посылал ему все мои книги, но он никогда больше не обмолвился о них ни единым словом, никогда ничем не показывал, что он их читал. Позже я понял, что мои произведения и не могли интересовать его. Он больше всего ценил реализм, а мой реализм хромал. Мои произведения были слишком арабеск, по выражению Тургенева, то есть в них было чересчур много цветов и гирлянд. Он много читал по-английски и знал английский язык удивительно хорошо, пожалуй, слишком хорошо, как я неоднократно думал, так как он любил говорить на нем с англичанами и американцами, а я предпочитал слышать его остроумную французскую беседу. Я уже сказал, что Тургенев был свободен от предрассудков, но один небольшой у него все-таки был. Он думал, что для англичанина или американца недоступно совершенное знание разговорного французского языка. Тургенев знал Шекспира в совершенстве и одно время занимался детальным изучением старой и новой английской литературы. Говорить по-английски ему удавалось нечасто, так что, когда выпадал такой случай, он нередко употреблял в разговоре фразы, попадавшиеся ему в прочитанных английских книгах. Это придавало его английскому разговору своеобразную и неожиданную литературную окраску. Когда я знавал его, он продолжал чтение по-английски и не брезгал даже иногда заглядывать в таухницевские издания современных английских романов. Немецкий издатель Таухниц выпускал массовыми тиражами стереотипные издания произведений мировой классики на многих европейских языках. С большим восторгом он отзывался о Диккенсе, недостатки которого были для него вполне ясны, но он ценил в нем способность изображать законченные живые образы. В равной степени он восхищался Эллиот, с которой он познакомился в Лондоне во время франко-прусской войны. Эллиот, в свою очередь, была очень высокого мнения о таланте Тургенева, но особенно заинтересован он был молодой французской школой, приверженцами реализма, внуками Бальзака. С большинством из литераторов этого лагеря он был в дружеских отношениях, а с Гюставом Флобером, наиболее оригинальным изо всей группы, его связывала интимная дружба. Конечно, славянские черты таланта и глубокая германская культура Тургенева едва ли были доступны его французским друзьям, но сам он очень симпатизировал новому движению в французской литературе, настаивал на необходимости изучения живой действительности, долженствующей быть основой билетристических произведений. К представителям иных традиций он относился с пренебрежением. Правда, он редко выражал это пренебрежение, вообще резкие приговоры редко слетали с его уст, за исключением тех случаев, когда дело шло о какой-нибудь общественной несправедливости. Но я помню, как он однажды сказал мне серьезно и с осуждением указывая на повесть, напечатанную «В ревю де де Монт, если бы я написал что-либо столь плохое, я бы краснел всю мою жизнь». Тургенев придавал очень большое значение форме, хотя и не в такой степени, как это делали Флобер и Эдмон де Гонкур. Среди литераторов он имел вполне определенные и живые симпатии. Он с большим уважением относился к Джордж Сант, главе старой романтической традиции, но уважение этого текало из общих причин, главную роль среди которых играла личность самой Джордж Сант. Тургенев считал ее чрезвычайно благородной и искренней женщиной. Как я уже сказал, он питал большую привязанность к Густаву Флоберу, который платил ему тем же. В те месяцы, когда Флобер жил в Париже, Тургенев каждое воскресенье отправлялся к нему и был настолько внимателен ко мне, что и меня познакомил с автором Мадам Бавари, присмотревшись к которому, я понял привязанность к нему Тургенева. Эти воскресные собрания происходили в небольшой гостиной Флобера на улице Фабур Сентонере. Именно здесь, в этой полутемной гостиной, которая выглядела как временное пристанище, и проявился во всем блеске талант Тургенева собеседника и рассказчика. Завсегдатые Тургеневского салона надолго запомнили эти встречи. Как и всегда, он в этих случаях был прост, естествен и словоохотлив. О чем бы он ни говорил, предмет разговора окрашивался его блестящим воображением. Главным предметом обсуждения на этих дымных собраниях, ибо собеседники беспощадно курили, были вопросы литературного вкуса, вопросы искусства и формы. Собеседники в большинстве случаев высказывали самые радикальные взгляды. Конечно, такие вопросы, как отношение искусства к нравственности, тенденциозность в искусстве и тому подобное были разрешены ими давно, и о них не заходила речи. Они все были убеждены, что искусство и нравственность представляют две совершенно различные категории, и что искусство имеет столь же мало общего с нравственностью, как и астрономией или эмбриологией. Повесть прежде всего должна быть хорошо написана, это достоинство само по себе уже включает и все другие. С особенной яркостью это было высказано в одно воскресенье, когда случился эпизод, непосредственно затронувший одного из членов кружка. Западня Золя была приостановлена печатанием в газете, где этот роман появлялся в форме фильетонов. Приостановка произошла вследствие неоднократных протестов со стороны подписчиков газеты. Приостановка печатания западни была вызвана многочисленными упреками в безнравственности романа, поступавшими в редакцию газеты от читателей. И вот подписчик, в частности, как тип человеческой глупости и филистеры всякого рода вообще, были преданы в это воскресенье проклятию. Во взглядах Золя и Тургенева конечно были большие различия, но Тургенев, как я уже сказал, понимал все. Понимал он и Золя и справедливо оценивал солидные качества многих его произведений. Для Тургенева искусство всегда должно было оставаться искусством вечным и нетленным. Это положение являлось для него аксиомой, не требовавшей доказательств. Он прекрасно знал, что требования уступок в этой области никогда не идут со стороны самих художников, но всегда предъявляются покупателями, издателями, подписчиками и тому подобным. Он говорил, что не понимает, как повесть может быть нравственной или безнравственной. К ней также странно предъявлять подобные требования, как и к картине или симфонии. Но, конечно, его понимание свободы искусства было несравненно шире понимания его французских собратьев. В нем чувствовалось знание всего огромного разнообразия жизни, знание малодоступных другим явлений и ощущений. Чувствовался горизонт, в котором терялся узкий горизонт Парижа, и эта широта знания и понимания выделяла его среди парижских литераторов. За сказанным им чувствовалось много невысказанного. Но все же он с большим воодушевлением принимал участие в обсуждениях и спорах, проявляя все ту же простоту, естественность и внимание, придававшие такое очарование его разговору. В спорах он всегда умел держаться с существенной стороны вопроса, подлежащего обсуждению. Бесспорно, это был прекрасный ум, но меня прежде всего поразила его великолепная мужественная фигура, и это впечатление всегда связано с моим представлением о Тургеневе. Глубокая, мягкая, любящая душа была заключена в колоссальное изящное тело, и эта комбинация была необычайно привлекательна. Как известно, он был страстным охотником и продолжал охотиться и в старости. Возле Кембриджа жил его приятель-англичанин, к которому Тургенев иногда отправлялся поохотиться. Я думаю, трудно было бы подыскать более подходящую фигуру для изображения северного нимврода. Тургенев был чрезвычайно высокого роста и обладал широким здоровым телосложением. Голова его была поистине прекрасна, и хоть черты лица не отличались правильностью, оно обладало большой оригинальной красотой. У него была чисто русская физиономия с чрезвычайно мягким выражением, и в его глазах, самых добрых глазах в мире, светилась глубокая печаль. Обильные, прямо не спадавшие волосы были белы, как серебро. Такова же была и борода, которую он носил короткопостриженной. Во всей его высокой фигуре, производившей впечатление, где бы она ни появлялась, чувствовалось присутствие неизрасходованной силы. Тургенев был способен краснеть, как шестнадцатилетний юноша. Он не любил условных форм и церемоний, что же касается его манер, то, вследствие присущей ему простоты и естественности, таковых у него не было. Он всегда был самим собой. Все, что бы он ни делал, дышало простотой. Если он ошибался, и ему указывали на ошибку, Тургенев принимал такое указание без тени раздражения или неудовольствия. Дружелюбный, искренний, благосклонный, Тургенев прежде всего производил впечатление человека неисчерпаемой доброты, и это впечатление выносили все знавшие его. Когда я познакомился с Тургеневым, он жил в большом доме на Монмартерском холме с семьей Вярдо. Он занимал верхний этаж, и я живо помню его маленький зеленый кабинет, в котором я провел столько незабвенных и невозвратных часов. Стены кабинета были покрыты зеленой драпировкой, портьеры также были зеленого цвета, и возле стены стоял диван, который, очевидно, был заказан по гигантским размерам самого хозяина, так как людям меньших размеров приходилось скорее лежать, чем сидеть на нем. Вспоминается мне белесоватый свет, проникавший с Парижской улицы сквозь полузакрытые окна. Свет этот падал на несколько избранных картин французской школы, среди которых особенно выделялась картина Теодора Руссо, чрезвычайно высоко ценимая Тургеневым. Он очень любил живопись и был тонким ценителем картин. В последний раз, когда мы виделись в его загородном доме, он показал мне около полудюжины больших копий из картин различных итальянских мастеров. Копии были сделаны одним молодым русским художником, судьбой которого в то время Тургенев очень интересовался. Тургенев с большим увлечением хвалил действительно хорошую работу своего молодого протеже. По всей вероятности имеется в виду похитонов. Подобно всем людям, обладающим сильным воображением, он часто был способен очень увлекаться, открывая новые таланты. Вообще у него вы почти всегда могли встретить какого-нибудь его соотечественника или соотечественницу, которыми он в данное время почему-либо интересовался. Изгнанники и пилигримы обоего пола постоянно стучались у его дверей. Эта способность увлекаться нередко вела к ошибкам и разочарованиям. Тургенев часто открывал среди своих русских знакомых какого-нибудь гения, нянчился с ним в течение месяца, и потом вы больше не слыхали о нем. Я помню, он рассказывал мне однажды о молодой женщине, посетившей его на возвратном пути из Америки, где она изучала медицину. Очутившись в Париже без друзей и без средств, она нуждалась в помощи и заработке. Узнав случайно, что она пробовала свои силы в билетристике, Тургенев попросил ее прислать ему эти опыты. Речь идет о Луканиной. Среди них оказался чрезвычайно живонаписанный очерк из русской крестьянской жизни. Тургенев думал, что молодая писательница обладает крупным талантом. Он послал ее рассказ в Россию для помещения в журнале и мечтал о напечатании его в одном из парижских изданий. Когда я упомянул об этом эпизоде одному из старых друзей Тургенева, он улыбнулся и сказал мне, что, вероятно, вскоре эта молодая писательница будет предана забвению, что Тургенев нередко открывал таланты, из которых потом ничего не выходило. Вероятно, в этом была некоторая доля правды, и если я упоминаю о способности Тургенева увлекаться в этом отношении, то лишь потому, что это была благородная слабость, вытекавшая из его доброты, а не из отсутствия у него художественного вкуса. Он горячо интересовался русской молодежью, можно сказать, что для него это был самый интересный в мире объект изучения. Все эти русские знакомые почти всегда были несчастны, терпели нужду и протестовали против господствующего порядка вещей, который и в самом Тургеневе вызывал отвращение. Изучение русского характера, как известно всем читателям его произведений, постоянно занимало внимание Тургенева. Характер этот, полный богатых задатков, но не сформировавшийся, не развившийся вполне, находящийся в переходном состоянии, представлял какую-то таинственную ширь, в которой трудно было отделить способности от слабостей. Впрочем, с русскими слабостями Тургенев, конечно, был хорошо знаком и не скрывал их. Молодые его соотечественники волновали его воображение и вызывали в нем сочувствие, и, принимая во внимание окружающую обстановку, они должны были производить на него сильное впечатление. На парижском фоне с его блестящей монотонностью и отсутствием чего-либо неожиданного для людей, давно знающих Париж, эти соотечественники должны были выделяться с особенной яркостью. И действительно, перед Тургеневым проходило много любопытных типов. Он рассказывал мне однажды, что его на днях навестила религиозная секта. Секта эта состояла всего-навсего из двух лиц. Одно было предметом поклонения, а другое являлось поклонником. Божество путешествовало по Европе в сопровождении пророка. Такое положение имело свое удобство. Божество всегда имело алтарь и алтарь божество. В первом этаже дома на Рюде-Де находилась картинная галерея. Здесь же мне однажды пришлось видеть Тургенева с большим комизмом, выполнявшего роль в импровизированном наряде, в которую он пригласил меня при первом же свидании с целью показать свой портрет, выполненный одним русским художником, жившим тогда в Париже. Самое большее, что можно было сказать о портрете, что он был выполнен порядочно, в особенности, когда приходилось глядеть на него рядом с живым оригиналом. Он, впрочем, не имел успеха и на выставке в салоне. Отмечу еще несколько мелочей, ибо они интересны, когда речь идет о таком человеке, как Тургенев. Во всей его обстановке поражала доведенная до педантизма аккуратность. В его маленькой зеленой гостиной все стояло на надлежащем месте, нигде не было тех следов умственной работы, на которой обыкновенно наталкиваешься в жилище писателя. Тоже наблюдалось и в его библиотеке в Бужевале. В кабинете лежало лишь несколько книг, казалось, все следы работы были тщательно устранены. В гостиной прежде всего бросался в глаза огромный диван и несколько картин, вся комната дышала особым комфортом. Я не знаю, были ли у Тургенева определенные часы для работы, но думаю, что едва ли. Я часто виделся с ним в Париже и у меня осталось впечатление, что в Париже он мало работал, большинство работы выполнялось в летние месяцы, которые он проводил в Бужевале. Предполагалось, что он каждый год навещает Россию. Говорю, предполагалось, ибо часто эти поездки оставались лишь в области предположений. Все знакомые Тургенева знали, что он обладал особенной способностью запаздывать. Впрочем, этот азиатский порог неумения распоряжаться временем свойственен был и другим русским, с которыми я был знаком. Но если даже знакомым и приходилось страдать от этого недостатка Тургенева, о нем вспоминаешь с улыбкой, так как он прекрасно гармонировал с мягкостью Тургенева и его нелюбовью ко всякого рода правилам. Но все же он часто ездил в Россию и, по его собственным словам, время, проведенное в России, бывало наиболее плодотворным. Как известно, Тургенев обладал крупным состоянием, и, я думаю, что этим до известной степени объясняются высокие качества его произведений. Он мог писать, когда у него было для этого надлежащее настроение. Ему не приходилось считаться с разного рода понуждениями и препятствиями, если не считать, конечно, цензуры. Словом сказать, ему никогда не угрожала опасность превратиться в литературного поденщика. Принимая во внимание отсутствие понуждений денежного характера и наличность той особливой лености, от которой не свободен был Тургенев, его литературная деятельность поражает своими размерами, как бы то ни было, в Париже Тургенев всегда готов был принять приглашение на полуденный завтрак, он любил завтракать в кабаре и всегда торжественно обещал прийти к назначному часу, но это обещание, увы, никогда не выполнялось. Упоминаю об этой идиосинкразии Тургенева, потому что она по своему постоянству носила забавный характер, над этим смеялись не только друзья Тургенева, но и сам Тургенев, но если он, как правило, не попадал к началу завтрака, не менее неизбежно он появлялся к его концу. Друзьям приходилось ждать его, но все же он приходил. Он очень любил парижский завтрак, хотя, по соображениям, не кулинарного характера. чрезвычайно воздержанный в пище питье он иногда совсем не прикасался ни к чему за столом, но он находил, что это лучшее время для разговоров, и, имея его собеседником, вы, конечно, убеждались в этом. Имеются места в Париже, которые в моей памяти связаны с воспоминанием о Тургеневе, и, проходя мимо них, я всегда вспоминаю его разговоры со мной. На авеню де опера есть кафе с особенно глубокими диванами, где я однажды беседовал с ним за чрезвычайно скромным завтраком, и наша беседа затянулась далеко за полдень. Тургенев был необычайно обаятелен и интересен, и я теперь вспоминаю об этом разговоре с чувством какой-то невыразимой нежности. В моем воображении встает серый парижский день в декабре, во время которого кафе кажется особенно гостеприимным, в особенности, когда начинаются сумерки, зажигаются лампы, и собираются обычные завсегдатые, усаживающиеся за абсент и домино. А я с Тургеневым все еще продолжаю беседовать, сидя за нашим завтраком, и нашей беседе не видно конца. Тургенев почти исключительно говорил на этот раз о России, о нигилистах, о замечательных личностях среди них и странных посетителях, иногда навещающих его о мрачной судьбе его отечества. Когда он бывал в таком настроении, он как-то особенно сильно воздействовал на воображение слушателя. Для меня, по крайней мере, в его словах в таких случаях звучало всегда нечто чрезвычайно оживляющее, и я расставался с ним в состоянии умственного возбуждения, чувствовал, что мне была внушена масса самых разнообразных и драгоценных мыслей. Особенно интересны и ценные были замечания и признания Тургенева о методах его творчества. Зародыш повести никогда не принимал у него формы истории с завязкой и развязкой, это являлось уже в последних стадиях созидания. Прежде всего его занимало изображение известных лиц. Первая форма, в которой повесть являлась в его воображении, была фигура того или иного индивидуума, или же комбинация индивидуумов, которых он затем заставлял действовать. Лица эти обрисовывались перед ним живо и определенно, причем он старался по возможности детальнее изучить их характеры и, возможно, точнее описать их. Для большего уяснения для себя он писал нечто вроде биографии каждого из действующих лиц, доводя их историю до начала действия в задуманной повести. Словом, каждое действующее лицо имело у него досье наподобие французских преступников в Парижской префектуре. Запасшись такими материалами, он задавался вопросом, в чем же выразится деятельность моих героев? И он всегда заставлял их действовать таким образом, чтобы предчитателям вполне обрисовался данный характер. Но, как говорил Тургенев, его всегда упрекали в изъянах художественной архитектоники произведения, иными словами, композиции построения. Я помню, как Тургенев, говоря о Гоме, персонажи из «Госпожи Бавари», маленьком провинциальном нормандском аптекаре с его педантизмом и просвещенностью, заметил, что сила подобного изображения заключается в том, что изображаемое лицо представляет в одно и то же время индивидуальность в самой конкретной форме и является типом. В этом же лежит сила Тургеневских изображений, все они глубоко индивидуальны и в то же время типичны. Я уже упоминал о дружбе Тургенева и Флобера. Скажу лишь, что в этой дружбе было нечто трогательное. Между ними было некоторое сходство, оба были высокие, массивные люди, хотя Тургенев был выше Флобера. Оба отличались высокой честностью и искренностью, и в характере обоих была печальная ироническая складка. Они горячо были привязаны друг к другу, но мне казалось, что привязанность Тургенева была окрашена сожалением. В Флобере было нечто вызывавшее подобное чувство, в общем, у него было больше неуспехов, чем удач, и громадная масса труда, затраченная им, не дала ожидаемых результатов. Он обладал талантом, лишенным высокой остроты ума. У него было воображение, но отсутствовала фантазия. Его усилие было поистине героическим, но за исключением мадам Бавари, он сам скорее топил свои произведения, чем способствовал их успеху. В его таланте было что-то бесплодное, он был холоден, хотя готов был бы пожертвовать всем, чтобы воспламениться. Вы не найдете в его повестях ничего подобного страсти Елены Кенсарову, чистоте Лизы, скорби стариков Базаровых. А между тем Флобер напрягал все усилия, чтобы быть патетическим. Эта частичная немота вызывала в тех, кто знал Флобера чувство жалостливой симпатии к нему. Он был в одно и то же время могуществен и ограничен, и было нечто трогательное в этом сильном человеке, не могшем вполне выразить самого себя. После первого года моего знакомства с Тургеневым я встречался с ним сравнительно реже. Мне редко приходилось бывать в Париже, и я не всегда заставал там Тургенева, но я при всяком случае старался повидать его, и судьба благоприятствовала мне. Он раза три приезжал в Лондон на очень короткий срок, на пути к своему кембриджскому приятелю охотнику. После 1876 года я уже часто видал его больным, его терзала подагра, и он нередко чувствовал себя измученным. Тем не менее, он с присущим ему обаянием, я не могу сказать иначе, говорил о своей болезни, как и обо всем другом. Наблюдательность в этом случае направлялась на самого себя. В мучениях боли его посещали самые странные фантазии и образы, которые он анализировал с удивительной тонкостью. Несколько раз я посетил его в Бужевале, где он жил в очень обширном и изящном шале. В последний раз я видел его в ноябре 1882 года в Бужевале. Он был уже очень болен, но еще не совсем потерял надежду на выздоровление и был почти весел. Ему надо было ехать в Париж, и так как он не выносил тряски вагона, он отправлялся в карете и предложил мне занять свободное место в ней. В продолжении полутора часов он неумолкаемо говорил с обычным остроумием и живостью. Когда мы прибыли в Париж, я вышел из экипажа на одном из бульваров, попрощался с ним у окна кареты. И это была наша последняя встреча. Я более не видал его. Я почти сожалею, что в связи с Тургеневым мне пришлось много говорить о Париже. Читатель может вынести впечатление, что Тургенев был офранцужен, но это было бы ошибкой. Тургенев менее всего походил на француза. Упомяну в заключении, что одной из всегдашних тем его разговоров была его родная страна, его надежды и опасения за ее будущее. Он писал повести и драмы, но драмой его жизни была борьба за лучшее будущее России. Он сыграл в этой драме выдающуюся роль, и его похороны показали, что соотечественники сумели оценить деятельность гениального писателя. Несмотря на все ухищрения и запрещения полиции, похороны эти превратились в грандиозную манифестацию. Повторю еще раз, это был благороднейший и добрейший из людей, и эти душевные качества соединялись с редкой художественной гениальностью. Хьялмар Боэссен «Визит к Тургеневу» из воспоминаний Норвежец по происхождению писатель Хьялмар Боэссен 1848-1895 годы жил с 1869 и писал «В Америке». С Тургеневым познакомился в 1873 году в Париже. Блестящий знаток немецкой литературы, особенно творчества Гёте, великолепный собеседник, он сразу же снискал расположение Тургенева. «Знакомство с вами доставило мне величайшее удовольствие», писал он Боэссену. «Я буду с большим интересом следить за каждым вашим шагом на литературном пути, открывающимся теперь перед вами». Тургенев письма, том 10, страница 200. Содержание своих бесед с Тургеневым Боэссен аккуратно заносил в дневник. Эти точные записи и явились основой его воспоминаний о писателе. Боэссен посвятил Тургеневу свою книгу Гуннар «Повесть из норвежской жизни». Бостон 1874 год. В 1877 году он перевел на английский язык рассказ из записок охотника «Чертопханов» и «Недопюскин». Его воспоминания под названием «Визит к Тургеневу» были написаны в 1874 году и тогда же опубликованы в журнале «The Galaxy». 1874 год. Том 17 номер 4. Печатается по изданию «Иностранная критика» о Тургеневе Санкт-Петербург 1908 год. Русский текст для настоящего издания отредактирован Хуцешвили. Я думаю, что Карлейль прав, когда он утверждает, что наклонность к поклонению героям заложена во всех людях и что даже самые ярые республиканцы не свободны от нее. Во всяком случае, я, прочтя дворянское гнездо и отцов и детей, перестал причислять Тургенева к обыкновенным смертным. Он стал для меня своего рода героем. Мое воображение рисовало его мне в различных видах, но всегда окруженного ореолом, и мне приходилось сдерживать себя, если кто-нибудь в моем присутствии говорил, что ему не нравится его произведение. Я равнодушно мог слушать, когда при мне поносили других моих любимцев, Вальтер Скотта или Диккенса, но Тургенев успел занять один из тех сокровенных уголков в моем сердце, куда редко проникают посторонние. Я так долго жил с книгами, что они стали для меня живыми существами. Кто-то сказал, что скандинавы обладают тенденцией персонифицировать все, что они видят, и, пожалуй, в этом имеется доля правды. По прочтении книги с яркой индивидуальной окраской, она всегда потом представлялась мне как нечто обладающее всеми качествами живой личности. Я вспоминала о ней как о старом знакомце, которому я обязан многими восхитительными минутами, и который имеет право на мою вечную благодарность. Я был поэтому несказанно рад, когда Тургенев сказал мне, что и у него такое же отношение к книгам. Я отправился в Европу в июне 1873 года и странствовал по континенту без строго определенной цели, заботливо избегая путеводителей и других нарушителей человеческого покоя. Одной из счастливейших случайностей была моя встреча с известным германским критиком и историком литературы доктором Юлианом Шмидтом, труды которого я тщательно изучал и который поэтому отнесся ко мне очень благосклонно. Придя однажды к нему, я застал его в прекрасном расположении духа. Он только что закончил корректуру последних листов истории французской литературы, выходившей новым изданием. Естественным образом разговор коснулся Франции и доктор рассказал мне несколько интересных анекдотов из жизни французских литераторов, многие из которых были его личными друзьями. В заключении этой беседы он показал мне альбом с карточками французских литературных знаменитостей. Он называл их по именам, пока я переворачивал листы альбома. А это, сказал он, указывая на прекрасное лицо, изображенное на фотографии, по моему мнению, величайший из живущих теперь авторов. «Не Тургенев ли?» воскликнул я. «Да», ответил он, несколько изумленный моим внезапным энтузиазмом, «это Тургенев, русский великий писатель и один из самых дорогих моих друзей». Я встречался еще несколько раз с доктором Шмидтом, и когда я зашел к нему проститься, и он узнал, что я буду в Париже, он дал мне рекомендательное письмо к русскому романисту. Но по прибытии в Лейпциг я прочел в одной американской газете чрезвычайно печальное известие. В ней сообщалось, что великий русский писатель решил прекратить литературную деятельность, что он в настоящее время находится в отчаянии, потеряв жену и единственную дочь, и что в довершении несчастий его любимый племянник проигрался в карты и посажен в тюрьму. Вене я прочел в немецкой газете, что Тургенев сломал ногу на венской выставке и лежит больной в Карлсбаде. Очевидно, у меня было мало шансов повидать Тургенева. В одно прекрасное утро в Париже, глядя на знаменитую женскую головку Ипполита Фландрена в Люксембургском дворце, я все больше и больше убеждался, что я видел ее где-то раньше, но не мог вспомнить, где и когда. Я не доверял себе, ибо никогда раньше не был в Париже и не мог видеть картины. Вслед за тем в моей голове мелькнула мысль, что я вообразил себе Лизу из дворянского гнезда с чертами лица девушки Фландрена. Меня охватило неудержимое желание во что бы то ни стало увидать Тургенева, и я решил добиться свидания, если бы даже Пти Джорнел объявил о смерти его, когда я буду на пути к нему. Но все же меня беспокоила мысль о вычитанной мной смерти его жены и дочери, и я со стесненным сердцем позвонил у старомодного дома на Рю-де-де. На мой вопрос дома Литургенев, суровый старик, с красной турецкой феской на голове, отправился доложить обо мне. Самый дом, казалось мне, имел странный восточный вид. Больше того, мне казалось, что в атмосфере его носится тонкий, все пронизывающий запах какого-то восточного аромата. Нечего и говорить, что все это было плодом моего воображения. Из всей обстановки у меня остались в памяти лишь мягкие пушистые ковры и тяжелые драпировки. Слуга вскоре возвратился и повел меня вверх по лестнице, в конце которой меня встретил высокий массивный человек с седой бородой и очаровательной улыбкой на красивом лице. «Очень рад вас видеть!» — воскликнул он, крепко пожимая мне руку. «Вы видали моего друга доктора Шмидта?» Я пролепетал что-то о докторе Шмидте, что он здоров и что он посылает свой привет и так далее. Тургенев мягко втолкнул меня в комнату, бывшую, вероятно, его кабинетом. Самыми выдающимися предметами в этой комнате были. Большой письменный стол и превосходная картина, изображающая ногую женщину. Как я узнал впоследствии, Тургенев был большой любитель живописи и тонкий знаток в этой области. Я уселся на низком диване под картиной о хозяину письменного стола. Он тотчас же завел разговор, кажется, об Америке, и я отвечал, плохо сознавая, что я говорю. Слушать Тургенева и разговаривать с ним доставляет большое удовольствие. И в самом звучании его фраз было нечто чарующее для слуха и для чувства. Вы ощущали себя легко и свободно, как будто знали собеседника с детства. Мне кажется, что главным очарованием Тургеневской речи было вызываемое ею полное доверие. Свободное естественное течение ясной и сильной мысли и, пожалуй, больше всего полное отсутствие в его речи какого-либо усилия стремления к блеску и эффекту. И вместе с тем разговор не являлся лишь монологом хозяина. Нет, это была настоящая дружеская беседа. Я, между тем, внимательно присматривался к физиономии Тургенева. Его голубые глаза имели прекрасное доброе выражение, но полузакрытые веки придавали ему легкий оттенок лени, которая, по его собственным словам, не была чужда ему. Седые волосы, откинутые назад, выказывали высокий массивный лоб, а нависшие брови говорили, если верить френологам, о сильно развитых артистических чувствах. Когда я поднялся, чтобы уходить, Тургенев как-то особенно сердечно пригласил меня бывать у него. «Если у вас не имеется на завтра иных планов, сказал он, может быть, вы придете и проведете день со мной. Приходите часам к десяти утра, не бойтесь помешать мне, я теперь свободен, а мы с вами потолкуем об интересующих нас вопросах. Очутившись на улице, я невольно подумал, что очевидно вычитанные мной в газетах потери, смерть жены и дочери не особенно повлияли на него, он нисколько не глядел угнетенным, и его спокойствие не могло быть результатом стоицизма, поскольку я правильно понимал его характер. На следующее утро я опять был у дверей Тургеневской квартиры. Ожидая в приемной, пока говорит обо мне, я услыхал беглую прелюдию на фортепиано и затем звуки женского голоса, певшего итальянскую арию. Это был ясный, молодой, полный юной радости голос, который лился из соловьиного горла, как сказал бы «киц», и раскрывал безграничные богатства мелодии. Я спросил себя, кто она, эта прекрасная незнакомка, и ощущение какой-то таинственности вновь охватило меня. Но предо мной уже стоял слуга, и с вершины лестницы до меня доносился голос приветствовавшего меня Тургенева. «Я давно уж хотел встретить американца», сказал он, вводя меня в кабинет, и в особенности такого, который был бы хорошо знаком с литературой его страны. «Я поспешил ответить, что я, хотя и американский гражданин, но не по праву рождения, а по собственному выбору. Но если полная симпатия к американским учреждениям и высокая оценка исторической миссии Америки является существенным признаком истинного американца, то Тургенев может считать меня таковым». Тургенев с улыбкой сказал, что он принимает мое определение. «Это была моя всегдашняя идефикс», навязчивая идея, продолжал он, «посетить вашу страну. В юности, когда я учился в Московском университете, мои демократические тенденции и мой энтузиазм по отношению к Североамериканской республике вошли в поговорку, и товарищи студента называли меня американцем. Я и до сих пор еще не потерял надежды пересечь Атлантический океан и собственными глазами поглядеть на страну, за развитием которой я следил лишь издали. Но когда человеку перевалит за пятьдесят, он начинает чувствовать, что у него выросли корни под ногами, и что он уже утратил способность двигаться с прежней быстротой. Ему приходится сделать большое усилие, чтобы победить эту виз инертия. Инерцию. Боэсен точен в передаче своей беседы с писателем. В письме от 24 февраля нового стиля 1874 года Тургенев признавался Боэсену «Одно из самых сильных моих желаний посетить самому вашу страну, и я надеюсь, что выполню это свое желание прежде, чем покину эту землю». Тургенев письма том 10 страницы 200 и 425 Я заметил, что многие европейские авторы, как Мур, Мария Диккенс, Гейворш Диксон, посетили Америку, но вследствие того, что они приезжали с готовыми предрассудками или же не обладали умением проникнуть сквозь наружную оболочку, они не нашли в Америке ничего, кроме политической испорченности и, возвращаясь домой, издавали книги, наполненные искажениями всякого рода. В 30-е 40-е годы прошлого века прогрессивные круги европейской интеллигенции испытывали особый интерес к стране, в которой, казалось, восторжествовала демократия. Первые американские впечатления Диккенса, он посетил Америку в январе 1842-го года, были отрадными, но после более близкого знакомства с страной свободных английский писатель испытал глубокое разочарование. Это не республика, которую я ехал посмотреть. В результате этой поездки возникли американские заметки и роман об эгоистах Мартин Чезлвид. Ивашовом творчество Чарльза Диккенса Москва 1954-й год страницы со 134-й по 156-ю «Вы совершенно правы», воскликнул Тургенев, «для того, чтобы открыть всякого рода злоупотребления, не требуется большого ума, и во всякой стране, пользующейся свободой слова и печати, такого рода злоупотребления, скорее всего, всплывают наверх. Но если я приеду в Америку, мои предрассудки будут в вашу пользу». Кстати, это напоминает мне эпизод из времен нашей крымской компании. Наши генералы постоянно совершали крупные ошибки, но пресса молчала, у нас был завязан рот, и никто не осмеливался громко указать на эти ошибки. Англичане также совершали ошибки, но их газеты тотчас же поднимали по этому поводу крик, и наши псевдопатриоты хихикали злорадно, думая, что мы-то уж свободны от подобных ошибок. В обоих случаях существовали злоупотребления, вся разница была в том, что в одном случае они делались общеизвестными, а в другом тщательно скрывались. Во время разговора Тургенев упомянул о норвежском писателе Бьернсуне, которого произведения вызывали восхищение у Тургенева. Ипсона он знал лишь по имени, и просил меня дать ему представление о характере его произведений. Указав ему на крупные достоинства произведений Ипсона, я рассказал Тургеневу о моем визите к Ипсону в Дрездене и выразил удивление по поводу высказанных Ипсоном симпатий к деспотизму и его восхищения русским императором Николаем Первым и формой правления в России. «Это чрезвычайно курьезный факт», заметил Тургенев, что многие живущие в странах со свободными учреждениями восхищаются деспотическими правительствами. Чрезвычайно легко любить деспотизм на расстоянии. Несколько лет тому назад я навестил Карлейля. Он Он также нападал на демократию и выражал симпатии России и ее тогдашнему императору. «Движение великих народных масс, движущихся по мановению одной могущественной руки, сказал он, вносит цель и единообразие в исторический процесс. В такой стране, как Великобритания, иногда бывает досадно наблюдать, как всякое ничтожество может высунуть голову наподобие лягушки из болота и квакать во все горло. Подобное положение вещей ведет лишь к замешательству и беспорядку». В ответ на это я сказал Карлейлю, что ему следовало бы отправиться в Россию и прожить месяца два в одной из внутренних губерний, тогда бы он воочию убедился в результатах восхваляемого им деспотизма. Тот, кто утомлен демократией, потому что она создает беспорядки, напоминает человека, готовящегося к самоубийству. Он утомлен разнообразием жизни и мечтает о монотонности смерти. До тех пор, пока мы остаемся индивидуумами, а не однообразными повторениями одного и того же типа, жизнь будет пестрой, разнообразной и даже, пожалуй, беспорядочной. И в этом бесконечном столкновении интересов и идей лежит главная надежда на прогресс человечества. Этому уроку научил меня долгий жизненный опыт. В течение многих лет я фактически веду жизнь изгнанника, а в течение некоторого времени я, по воле императора, был принужден жить в своем поместье без права на выезд. Как видите, я имел возможность на себе изучить прелести абсолютизма, и едва ли нужно говорить, что опыт не сделал меня поклонником этой формы правления. Я заметил, что восхищение Ипсона русским правительством возникло как результат пессимистического воззрения на жизнь, что истинный демократ, как бы он не разочаровался в отдельных личностях, должен сохранять веру в человечество, и что у Ипсона отсутствует именно такая вера. Он, между прочим, любил утверждать, что меньшинство всегда право, и что он потерял бы всякое уважение к самому себе, если бы он нашел, что сходится по какому-нибудь важному вопрос с мнением большей части человечества. Я не сомневаюсь в последовательности Ипсона, ответил Тургенев, и должен заметить, что имеется возможность такого стечения обстоятельств, при котором меньшинство окажется правым, но ведь это исключение, а не правило. В природе здоровье всегда преобладает над болезнью. Если бы в мире возобладал негативный принцип, у человечества не хватило бы жизненных сил для продолжения существования. Вы могли заметить, прибавил он, что я не обладаю философским умом, я лишь гляжу и вывожу мои выводы из виденного мной, я редко пускаюсь в абстракции. Более того, даже абстракции постоянно появляются в моем уме в форме конкретных картин, и когда мне удается довести мою идею до формы такой картины, лишь тогда я овладеваю вполне и самой идеей. Что подобные картины могут быть вполне иррациональными, я не отрицаю, но они приобретают для меня форму и окраску, перестают быть абстракциями, превращаются в реальности. Европа, например, часто представляется мне в форме большого, слабо освещенного храма, богато и великолепно украшенного, но под сводами которого царит мрак. Америка представляется моему уму в форме обширной плодоносной прерии и, на первый взгляд, кажущейся слегка пустынной, но на горизонте которой разгорается блистательная заря. Вслед за тем последовала долгая и чрезвычайно приятная беседа. Я записал сущность ее в своем дневнике лишь несколькими днями позднее, и хотя беседа эта до сих пор живо сохранилась в моем уме, я не поручусь за совершенную точность формы, в какой я ее передаю. У всякого человека свой стиль, и стиль Тургенева не отличается легко уловимыми и легко передаваемыми особенностями. Главной темой нашего разговора была американская литература. Из всех американских авторов он наиболее любил Готтерна. В нем он видел первого литературного представителя Нового Света. В Scarlet Letters и Twice он находил специальную окраску, указывавшую на то, что это были произведения новой цивилизации. Другие его произведения The Marble Faun и House of the Seven Jebels носили тот же отпечаток великого и могущественно своеобразного таланта. Тургенев считал американского писателя Натаниэля Готтерна талантливым прозаиком. В 1852 году его роман «Дом о семи шпилях» The House of the Seven Jebels печатался в современнике. По мнению Тургенева, русский перевод оказался слабым. Слог совершенно пропал, это жаль, писал он Некрасову. Тургенев, письма, том второй, страница восьмидесятая. Он с удовольствием читал Лонгфелло и признавал в нем поэтические достоинства, хотя он следовал за европейскими писателями и лишен был своеобразия отличительного американского характера. Тургенев встречался с Лоуэллом и отзывался с похвалой о его произведениях. Некоторое время его очень интересовали произведения Уолта Уитмена, он думал, что среди вороха шелухи в них были хорошие зерна. Тургенев называл Уолта Уитмена удивительным американским поэтом. В 1872 году писатель собирался опубликовать в неделе несколько переведенных им лирических стихотворений с небольшим предисловием. Тургенев, письма, том 10, страница 18. Однако обещанной публикации не появилось в печати. Известно одно стихотворение Уитмена в переводе Тургенева «Бейте, бейте барабаны». Тургенев сочинение том 13. Он хвалил Брэдгарта, думал, что из него мог бы развиться крупный писатель. Он боялся, что успех испортит его, лишит способности к самокритике. «Я искренне интересуюсь», продолжал он, «всем происходящим за Атлантическим океаном и всегда стремлюсь быть в курсе вашей литературы. Если я пропустил что-либо выдающееся, надеюсь, вы осведомите меня». Я упомянул о Гоэллсе и Олдриче, которых я очень хвалил Тургеневу. По его желанию я дал ему заглавие книг этих авторов и во время одного из следующих посещений я нашел венецианские очерки Гоэллса на письменном столе Тургенева. Мне очень хотелось услыхать от него что-либо о его собственных произведениях. Воспользовавшись удобным моментом разговора, я рассказал ему о том, что он имеет в Америке многих горячих поклонников, что американская критика ставит его наряду с с восторгом в литературных кружках Бостона и Кембриджа. Я думал, что в сущности ему это известно, но к моему удивлению до него не дошли слухи о его успехе в Америке. «Вы не можете себе представить», воскликнул он, «какое вы доставляете мне удовольствие. Я всегда радуюсь, когда слышу, что мои книги нашли симпатизирующих читателей, прием в Америке. Здесь я уж не мог сдерживаться доле. Мое восхищение и преклонение перед гением великого писателя нашло выход в горячих словах. Я рассказал ему, как в течение целого года не расставался с дворянским гнездом и отцами и детьми, как они в качестве нового элемента вошли в мою жизнь, пока я уже не мог различать между впечатлениями, полученными от чтения этих повестей и теми, которые принадлежали окружавшему меня материальному миру. Вы заставили меня почувствовать себя счастливым, сказал Тургенев с ясной улыбкой, озарившей его лицо. Хоть и неловко слушать похвалы, которых не заслужил вполне, но радостно услышать, что тебе до известной степени удалось сделать то, чего добивался. Я никогда не пытался разукрашивать жизнь, я стараюсь лишь наблюдать и понимать ее, и если мне это удалось, как вы уверяете, я очень счастлив. В таком случае, воскликнул я, слухи о том, что вы навсегда оставили перо несправедливы? Я очень обленился за последнее время, ответил он, и за последние шесть месяцев не сделал почти ничего. Вплоть до прошлого года я мог похвалиться, что не знал в сущности, что такое болезнь, так как я обладал таким здоровым телосложением, что не чувствовал ее, но вот недавно у меня был припадок подагры, которая угрожала перейти на желудок. Затем прошлое лето ушиб себе колено на венской выставке, провалялся около шести недели и должен был уехать в Каулсбад, не успевший повидать ни вена, ни выставки. Я видал заметку об этом в венских газетах, но, кажется, наши американские газеты по обычаю преувеличили размеры постигших вас несчастье. Я читал в них, что вы отказываетесь от литературной деятельности, семейное несчастье вызвали в вас упадок сил и так далее. Да, меня действительно постигло семейное лишение, сказал Тургенев, к моему удивлению, с веселой улыбкой. Моя единственная дочь вышла замуж, но все же это не такого рода лишение, чтобы ради него навсегда отказаться от литературной деятельности. Едва ли это даже можно назвать семейной скорбью. Напротив, я испытал в связи с этим радость, став недавно дедушкой, но во всех этого рода слухах всегда имеется зерно правды. Дело в том, что я обленился. Я никогда не могу заставить себя писать, если не имеется для этого внутреннего импульса. Если работа не доставляет мне полного удовольствия, я тотчас же прекращаю ее. Если меня утомляет сочинение повести, значит, и самая повесть должна утомить читателей. Но с недавнего времени я опять начинаю чувствовать потребность в работе, и я теперь занят повестью, хранящейся у меня здесь, в письменном столе. В этой повести одиннадцать действующих лиц, и по объему она превзойдет другие мои повести. Я не мог удержаться, чтобы не выразить моей радости при этом известии. Тургенев, очевидно, приятно тронутый моим юношеским энтузиазмом, опять улыбнулся, и я никогда не видал более прекрасной улыбки. Я сказал, между прочим, какое удивительно сложное существо ваша Ирен в дыме. Несмотря на все ее нарушения общепринятой морали, вы не можете не восхищаться ею, причем я не ограничиваюсь художественным восхищением, в моем сердце таится симпатия к ней. Чуется какое-то веяние судьбы в древнегреческом смысле, во всей картине не находится осуждение ни Ирине, ни Литвинову. Принимаем их поступки и характеры как нечто естественное и неизбежное, при том же, насколько она благороднее по сравнению хотя бы с хитрой чувственной кокеткой Варварой Павловной в дворянском гнезде. Характеры Ирины, ответил Тургенев, представляют странную историю. Он был внушен мне самой жизнью. Я знал эту женщину. Имеется в виду Альбединская. Но Ирина в романе и Ирина в действительности не вполне совпадают. Это тоже и не тоже. Я не знаю, как объяснить вам самый процесс развития характеров в моем уме. Всякая написанная мной строчка вдохновлена чем-либо или случившимся лично со мной, или же тем, что я наблюдал. Не то, что я копирую действительные эпизоды или живые личности. Нет, но эти сцены и личности дают мне сырой материал для художественных построений. Мне редко приходится выводить какое-либо знакомое мне лицо, так как в жизни редко встречаешь чистые беспримесные типы. Я обыкновенно спрашиваю себя, для чего предназначила природа ту или иную личность? Как проявится у нее известная черта характера, есть ли ее развить в психологической последовательности? Но я не беру единственную черту характера или какую-либо особенность, чтобы создать мужской или женский образ. Напротив, я всячески стараюсь не выделять особенностей, я стараюсь показать моих мужчин и женщин не только в фаз, но и в профиль, в таких положениях, которые были бы естественными и в то же время имели бы художественную ценность. Я не могу похвалиться особенно сильным воображением и не умею строить зданий на воздухе. Ваши слова, сказал я, поясняют мне тот факт, что ваши характеры обладают ярко определенными чертами, запечатлевающимися в уме читателя. Так было, по крайней мере, со мной. Базаров в отцах и детях и Ирина в дыме. Так же знакомы мне, как мои родные братья. Мне знакомы даже их физиономии, и я гляжу на них, как на старых друзей. Так же смотрю на них и я, сказал Тургенев. Это люди, которых я когда-то знал интимно, но с которыми оборвалось знакомство. Когда я писал о них, они были для меня также реальны, вот как вы теперь. Когда я заинтересовываюсь каким-либо характером, он овладевает моим умом, он преследует меня днем и ночью и не оставляет меня в покое, пока я не отделаюсь от него. Когда я читаю, он шепчет мне на ухо свои мнения о прочитанном, когда я иду гулять, он высказывает свои суждения обо всем, чтобы я не услышал и не увидел, наконец мне приходится создаваться, я сажусь и пишу его биографию. Я спрашиваю себя, кто были его отец и мать, что за люди они были, какого рода семью представляли, каковы были их привычки и так далее. Затем я перехожу к истории воспитания моего героя, к его наружности, к местности, где он провел годы, в которые формируется характер. Иногда я иду даже дальше, как, например, это было с Базаровым. Он так завладел мной, что я вел от его имени дневник, в котором он высказывал свои мнения о важнейших текущих вопросах, религиозных, политических и социальных. То же самое я проделал относительно одного из второстепенных характеров в накануне. Я даже забыл его имя теперь. Не Шубин ли? решился я напомнить. Да-да, именно Шубин, воскликнул Тургенев с видимым удовольствием. Оказывается, вы лучше меня самого помните моих действующих лиц. Да, это был Павел Шубин. Я недавно сжег его дневник, и он был значительно объемистее романа, в котором сам Шубин фигурирует. Я считаю такие эпизоды подготовительной работой. Пока действующее лицо не обрисуется с полной ясностью и не появится в резких очертаниях в моем уме и пред моими глазами, я не могу ступить шагу в моей работе. Чтобы дать вам пример того, как часто я совсем непроизвольно нахожу сюжет, я расскажу о некоторых подробностях, связанных с развитием замысла отцов и детей. Я однажды прогуливался и думал о смерти. Вслед за тем предо мной возникла картина умирающего человека, это был Базаров. Сцена произвела на меня сильное впечатление и затем начали развиваться остальные действующие лица и само действие. Наша беседа продолжалась несколько часов и затронула массу вопросов. При прощании Тургенев подарил мне в немецком переводе те из его произведений, с которыми я еще не был знаком. Вешние воды и Степного Короля Лира он дал мне в французском переводе. Во время следующего моего посещения разговор почти исключительно сосредоточивался на искусстве и на коллекциях Лувра и Люксембургского дворца. Я с восхищением прислушивался к его критическим замечаниям, его глаза всегда умели подметить наиболее характерные черты данного произведения, его сравнения всегда рисовали предмет в вашем воображении ярко и живо, улавливая все мимолетные оттенки поэтической мысли и чувства. Видя, что вопрос интересует меня, он повел меня в соседнюю комнату, где хранились некоторые из его картин. Мне вспоминаются лишь две из них. Прекрасная картина Ван Дернеера и уже упомянутый мной портрет ногой женщины кисти бланшара, награжденной золотой медалью на выставке 1870 года. Мое внимание привлек также превосходный портрет самого Тургенева, написанный дочерью госпожи Виардо, в чьем доме он жил. В последний раз я виделся с Тургеневым вечером пред моим отъездом. Пожимая руку, он сказал мне «Арввар, до свидания, в Америке». Мне часто приходилось слышать о сходстве между русскими и американцами, и те, и другие представляют нации будущего, перед каждой из них лежат великие возможности. Мы привыкли к мысли, что наше общество не обладает определившимися ясно очерченными типами, что вечно движущаяся поверхность американской жизни не годится для художественных эффектов, не поддается художественной обработке. Вероятно, русские думали тоже о своей стране, пока не явился Тургенев и не показал им, что кажущаяся монотонность жизни представляла в действительности великую одухотворенную картину. Когда у нас появится великий билетрист, а он должен появиться, он даст нам подобный же урок. А в настоящее время Россия опередила Америку, ибо у нас нет Тургенева. Тургенева.